На этот раз педагоги Брестского центра дополнительного образования детей и молодежи организовали для воспитанников праздник технического творчества. Название он носил говорящие «День левши». Выбрано оно было не случайно. Как показывает практика, левша – непременно личность творческая. При этом совершенно не важно, в какой именно сфере. Такое мероприятие мы придумали детям на каникулы, чтобы им было интереснее у нас, чтобы они не просто ходили на кружки от занятия к занятию, делали что-то одно, что-то им положено по программе, а немножко, чтобы им было интереснее. В ходе мероприятия для ребят была организована игра. Дети разделились на группы, каждому из 35 участников вручили маршрутный лист, после чего ребята проходили испытания на той или иной импровизированной станции технического творчества. Организаторы постарались уделить время каждому ребенку. Станций у нас несколько. Все, что мы смогли связать с техническим творчеством и показать детям. Хочется, чтобы они прикоснулись к этому как-то поближе. Это электрик, это мастер с отверткой, это пилот, автомобилист, это самоделкин, ну и компьютерщик тоже. Знатоки тоже у нас есть на ответ на теоретические вопросы. Поиграть, а не посоревноваться. Именно за этим пришел на день левшей 12-летний Данил Кухар. У этого юноши уникальная особенность. Мальчик одновременно и правша, и левша. Он постигает азы технического творчества в объединении по интересам техническое моделирование. И считает, что конструирование – самое увлекательное занятие. Именно оно лучше остальных, развивая творческие и технические способности. Развивают моторику, логику, пространственное воображение ребенка. Ведь как страшно, если ребенок все время, когда покупает игрушки обычные, он же ж знает, живет только ими. Он не представляет чего-либо другого, кроме этих игрушек. И у него теряется пространство. Ага, и здесь это вот развивают, да? Да. Чтобы человек что-то мог сделать своими руками. Оценить таланты, узнать больше про техническую предрасположенность, выявить особенности и в очередной раз продемонстрировать свои умения и возможности и закрепить приобретенные в стенах Центра навыки. Вот главная задача, которую поставили перед собой и успешно решили организаторы праздника. Впереди воспитанников Центра дополнительного образования ждет еще много интересного. Ноябрь обещает быть ярким, насыщенным и полным на познавательные, развлекательные конкурсные игровые программы.